Шестеро украинских моряков вернулись домой. Ещё в ноябре 2016 года они были задержаны в Греции, и вот всё это время находились под запретом на выезд. Министерстве иностранных дел обещают освободить и других наших граждан, которые вот так же застряли в этой стране. Несколько сотен украинских моряков по разным причинам удерживаются греческими властями. Итак, кого сейчас удалось освободить, посмотрите далее. Этих двух лет как будто и не бывало, да? Прогулка по набережной с любимой. Об этом он мечтал почти долгих два года. Молодой человек, как и шестеро других украинских моряков, оказался узником в Греции. Своё путешествие моряки начали ещё в августе 2016-го. Судно РС-397 вышло из Мариуполя. В Черногории загрузили товары и направились в Ливан. Но в пункт назначения корабль не прибыл. Поломка. Скитание в нейтральных водах, а затем уже в Греции задержание по подозрению в контрабанде сигарет. Зашли к нам вооружённые люди с автоматами, посадили все на палубу и взяли на буксир и притянули по лёхару на острове Крити. На следующий день пришли полицейские с собаками, обыскали всё. Ну и каждый день мы ждали, когда мы попадём домой. Это затянулось на два года. И всё это время в ожидании обвинения шестеро украинских моряков жили прямо на стареньком корабле. Весной этого года наша съёмочная группа неоднократно была на РС-397. Прошу аккуратно, потому что трапы у нас такие. Проходим. Сына. Вот каюта такая. Это бывший мостик. Были, но есть крысы. Здесь живёт у нас повод. Как он здесь помещается, я не знаю. Без ветоши не открывается, без ветоши не закрывается. Но ещё хуже дела обстоялись с провиантом. Денег у моряков не было. С продуктами и самым необходимым помогали волонтёры и местные жители. И всё это время дома экипаж дали родные. А Светлане было тяжело вдвойне. На задержанном судне оказались её сын и муж. Женщина постоянно поддерживала связь с родными. Но когда несколько дней назад Юра сообщил маме, что их скоро отпустят домой, сразу не поверила. Ведь таких попыток уже было несколько. И вот долгожданный звонок. Уже из Украины. Накрывали стол, ждали. Конечно, всё, что хотели. Больше всего хотели селёдку. Я спросила, что приготовить. Говорит, мы хотим селёдку. Всё, больше ничего. Не верили сразу и сами моряки. Министерство иностранных дел, спасибо им. Они нас встретили в аэропорту. Дорога домой была хоть и желанной, но нелёгкой. На самолёте в Киев, дальше на автобусах с пересадками в Херсон. Первое впечатление от родины – холодно. Совсем не так, как в Греции. До сих пор не верится. Что дома. Для Юрия это был четвёртый рейс. Говорит, чувствует вину, что именно он предложил отцу отправиться в плавание. Хотели заработать денег. Даже сейчас другого способа заработать молодой человек не видит. Ведь нужно оплачивать учёбу в морской академии. Будем идти в лес, но я рассчитываю через месяц уйти уже. Тут же ж не найдёшь работу. Юрий уже помогает своему другу на прогулочном катере. А ещё переживает за судьбу украинских моряков с других арестованных судов. Которым повезло меньше, чем ему. И на ранний консульт из Украины ездит в Грецию. Я встретил прокурора. И решили, чтобы он поможет, чтобы быстрее решение. Дею, что все остальные будут быстрее. К слову, капитан РС-397 всё ещё вынужден оставаться на корабле. И когда сможет вернуться в Украину, пока неизвестно. Богдан Вербицкий, Марина Михайловская, Алексей Уманский и Елена Зорина. Подробности недели телеканал Интер. Субтитры создавал DimaTorzok